Всем привет! Добро пожаловать на канал Blink's House. И сегодня мы разберем новую атаку хейтеров и новостных порталов на Дженни, лису на мероприятии Bvlgari, снова плохое отношение YG, подтвержденная дата камбэка и так далее. Что ж, давайте приступим! 6 июня Дженни поделилась своими новыми фото в Инстаграм. На них она пила чай и была в топе от бренда MiuMiu. Неудивительно, что через достаточно короткое время этот топ уже был распродан на официальном сайте бренда. Это говорит о значимости Дженни в мире моды. Также она смогла занять первое место среди всех женских айдолов и стала участницей, которую гуглили больше всего в первой половине 2022 года. Затем Дженни также выложила новый влог на свой ютуб-канал. Однако, конечно, не обошлось и без хейта. Он касался все еще того скандала об отношениях Дженни и участника BTS Тэхёна. Новые посты Дженни все еще забиты ненавистными комментариями. Но теперь и корейские новостные сайты нагнетают. На многих известных новостных порталах начали появляться заголовки по поводу всех слухов об отношениях. Тот факт, что они продолжают развивать эту тему, а также привлекают людей за счет кликбейта, это, конечно, недопустимо и очень плохо. Что вы думаете насчет этих действий корейских новостных порталов? Далее, недавно Лиса появилась на ивенте Болгари. Прекрасно выглядела в желтом костюме от корейского лейбла Pink Kong, а также в украшениях от Болгари. Лиса также провела хорошо время с очень популярными мировыми звездами. Но, помимо этого, фанаты, конечно, не могли не упомянуть прекрасное отношение бренда к Лисе. Многие считают, что за последнее время Болгари относится к Лисе лучше, чем в YG. Лису не только посадили на первый ряд, но еще и прямо рядом с директором компании и голливудской звездой. Даже в инстаграме директор все не мог прекратить выкладывать фотографии и видео с Лисой, что создал отдельную папку с ней. Похоже, он действительно большой фанат. На ужине после шоу Лиса также села с ним. И во время всего шоу он пытался создать максимально комфортные условия. Это все показывает, насколько хорошо бренд относится к своим представителям. Из всего этого блинки опять-таки начали ругаться с YG из-за отношения к Лисе. Ведь на шоу также было упомянуто, что Лиса предупредила, что посетит мероприятие всего за два дня до начала. И все говорили директору, что Лиса занята и не сможет приехать. Это означает то, что, скорее всего, YG просто-навсего не разрешал Лисе посетить шоу. И говорил директору и организаторам, что она очень занята. В других новостях 11 июня прошел концерт диджей Снэйка. Был он также в Париже, и все очень хотели, чтобы Лиса его посетила. И они вместе исполнили SG. Но, увы, этого не случилось. Затем Розе посетила выставку Tiffany & Company в Лондоне. Она действительно прекрасно выглядела и была очень рада видеть фанатов вживую. Помимо этого, многие звезды также взаимодействовали с Розе. На мероприятии у нее взяли интервью, на котором она сказала, что очень рада вернуться в тур в конце года, чтобы увидеть своих фанатов. Также она выложила историю в инстаграм, где ест персик. Но блинки, конечно, как всегда, шерлоки и считают, что это подсказка на дату возвращения. Так как Розе и также написала. В Корее лучшие персики в августе. Но, помимо главной вокалистки Blackpink, подсказки дает и ведущая, то есть Джису. На Weverse фанат спросил, если камбэк будет в августе, то пришли морковь. И Джису прислала морковь. Думаю, это прямое подтверждение даты возвращения. Но, кто уж знает. Мои же предположения это выход тизера в конце июля и клип в начале августа. А что вы думаете, когда будет камбэк? Ну а сейчас мы подошли к концу этого видео. Не забудьте подписаться на канал, а также оставить коммент. Я, конечно, не забуду вам раздавать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!